Ну а зачем же мне дурак какой-то, бездельник? Ну, как бы, я хочу равноправных партнерских отношений, а не паразитировать у кого-то. Здесь, когда они возвращаются, там, сын, например, то у компании, конечно, оставляют желать лучшего. Господи, откуда? Неужели это мой ребёнок? Я совсем ничего не знаю. Мне надо мечтать, чтобы папу тебе купит, купит Porsche Cayenne. Общество у нас патриархальное, да? И мужчины у нас не хотят. Маша Голубкина, когда сидела на вашем месте, и мы с ней беседовали, она меня ошарашила тем, что сказала мне, что все мужчины, это к тому, что вы в безвестном сериале снимаете, про то, что все мужчины свод, она делит мужчины четыре категории. Вау! Она провела большое исследование. И только, да. Самая распространённая категория – это козлы. Так, так. Естественно. Есть свиньи, есть коты и есть собаки. Ну, псы. Вот, скажите, пожалуйста. Она любит животных, я поняла. Да. Вот вы согласны с этим разделением? Нет. Нет? Нет. Вы считаете, что мужчины что? Они что? Они не свой, это понятно. Мы уже с вами до эфира об этом поговорили. Но вы как-то подразделяете мужчины какие-то? Нет, никак. Вы знаете, я думаю, что вообще все эти подразделения и все попытки… Ну, мне кажется, что это вообще-то говорит об очень сильной обиде и уязвимости и слабости какой-то, когда… Когда человек публично начинает, как сказать, излагать любую агрессивную точку зрения… Ну, почему это обязательно агрессивная? Конечно. А человек так видит. Ну, мне кажется, что это агрессия. Мне кажется, что это некоторое, так сказать… Я препарирую мужчин, я на них смотрю, я их разделяю, я их, значит, по разрядам распределяю и так далее. Я думаю, что просто и мужчины, и женщины, они все абсолютно разные и со своим набором качеств, так сказать, желательно встретить какого-то своего человека, который тебе максимально близок, по духу и всячески иначе. И вообще, я думаю, что наш мир как-то гибнет вот от этих всех подразделений, от этих… Потому что мужчины, в свою очередь, точно так же пытаются распределять женщин и рассказать, какие они. И все мы такие знающие, только мы все очень одинокие и несчастные. Понимаете? Мне кажется, в общем, победа-то происходит сообща и в гармонии. И только тогда, когда ты находишь себе возможность смотреть с любовью в сторону мужчин вообще, не с любовью, так сказать, страстной, а вот с человеческой любовью, понимая… И с пониманием, да. И с пониманием. И что за всяким агрессивным проявлением мужским тоже стоит слабость, ну и так далее. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва 24. А что еще здесь привычек? Мужчины. Вот вы моим коллегам с телеканала «Доверие» рассказывали о мужчинах, очень интересную привели квалификацию мужчин. Я шутила, да. Нет, ну это понятно, что это шутка юморная. Значит, что мужчины – это категория… Свиньи, козлы, коты и собаки. Да. Вот свиньи, козлы и собаки – это достаточно… Ну как бы традиционный… Нет, собака – это пес, товарищ, друг. Нет, ну это понятно… Свинья сами знаете кто. Ну понятно. А козлищи-то, ну понятно. Ну да. Это просто у Pink Floyd был такой альбом «Animals». Там тоже всех вот двуногих квалифицировали так. А вот коты – это такая вот нечто… А коты – это приятное. Ну вы же кот. Я кот. Это сразу видно, конечно. Видно, да? А как вы вообще определяете? Видите, круглая оправа, серая… Так, хорошо, здесь были бы другие очки тоже. Нет. Не знаю. Серая… Понятно. То есть другая оправа, другой прикид и я стану с другим животным. Однотонная одежда в положении, расслабленная. Да? Я тоже так сяду. У меня тут забрызганы штаны. А у меня просто ведь насчет котов. Да. Я обычно провожу эфир с кошками. У нас есть приют. Так вот, вы знаете, выглядит как будто у меня нет одной ноги. Мне все время говорят, что я как цапля. Ну просто это такая мебель, что вот иначе… Ну да. Я могу еще сидеть вот так вот. Ну понятно. Ну не мучайтесь. Если вас напрягает кошачья поза. Я обычно с кошками веду эфир, потому что нам приводят из приюта. Я там Меншикову пытался впарить ее, швидкой взял к себе в театр. Вот. Ну или кто-нибудь из зрителей берет. А мне сказали, Голубкина не любит котов, любит только лошадей, поэтому ты даже в общем и не приноси животное. Знаете, у меня есть кошка, и я хотела бы вам ее впарить. Потому что это гадина. Нет, мы можем пристроить. Мне точно не надо, но пристроить можем ее. Ну давайте подумаем, потому что мой сын еще пока сказал, давай ей дадим еще испытательного срока одну неделю. А дочь что сказала или дочь не принимает? А дочь ей все равно. А она не принимает, да. Она нет, она не к животным вообще так спокойно относится. Хорошо, у вас же сын, он же маленький мужчина. Да. Он тоже кот или кто он? Он человек. Как? То есть он хорошо, с сыном понятно. Он же еще не превратился в детку. Хорошо. Там посмотрим. Андрей Миронов каким был животным? Думаю, что кот, конечно. Влюбленности как сорванные цветы. Они также украшают жизнь и также быстро гибнут. Ну если серьезно, а Иван Ахлобыстин? Ну это такой дикий кот такой. Такой драный, грязный, сумасшедший дикий кот. Не козел? Нет. Нет, да? Мадам, я вам чрезвычайно симпатизирую. Пойдемте вместе со мной по жизни. А скажите, вот… Ну потенциально каждый из этих котов… Мы все потенциальные козлы, да. Каждый из этих котов может стать человеком. А, вот так, да? Шансы есть. И в этой жизни. Будем надеяться, что… А что для этого надо? В этой, потому что потом будет поздно. Что для этого надо? Жениться официальным браком? Нет, просто… При чем здесь жениться? Какая связь? Я не знаю. Нет, я такой… Я пытаюсь вычислить. Вот Ахлобыстин женат официальным браком. Ну нет, Ахлобыстин… У него, кстати, столько детей, что он действительно кот. У него это все понятно. Ну так, и Оксанка сказала, когда мы шли в Израиль, там очень много кошек, и сидела такая кошка кормящая. У нее были присосавшиеся котята. Она у нас сидела. И худая такая, глаза выпученные. Дети побежали ловить эту кошку. Оксанка сказала, стойте, не рвите материнское сердце. Здорово, да. Вот так. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». Последний вопрос, раз уж мы упоминали козлов, ослов и прочих животных. Нет, нет, это совершенно не про политику. А в зомопарке? Маша Голубкина просто сказала, что все мужчины делятся на козлов, собак, котов и свиней. Какое ты животное в трактовке Маши Голубкиной? Дракон. Дракон, да? Да, я дракон. А ты по зодиаку дракон, да? Да. Ну что ж, ладно, тогда я думаю, что не без помощи дракона Кутикова мы пристроим кошку Мию. Чудесная кошка. Скажем, что она познакомилась с драконом, даже пообщалась, немножко полиняла. Очень хороший характер. Да? Линяет только дико совершенно. Просто вот она стрессирует, потому что она… Говорят, что да, она переживает. Да, рядом с великим. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.